Продолжение следует... 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 КОНЕЦ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Северский собор венчает шлемовидный купол. На нем ажурный крест из прорезной золоченой меди. На кресте фигурка голубя, символ Духа Святого. До середины 20-го столетия здесь находился голубь, изготовленный в 12-м веке из красной аравийской позолоченной меди. Сегодня этот уникальный экспонат хранится в интерьере Дмитриевского собора. Некоторое время золоченый голубок выполнял роль флюгера на кресте собора. В 1957 году, во время реставрационных работ, его сняли. Тогда и выяснилось, что до водружения на крест фигура голубя тоже находилась в храме. Скорее всего, это был священный сосуд, украсно украшенный, с глазами из драгоценных каменьев. Внутри на престольной селе голубь использовался как дарохранительница. Возможно, это произведение средневековых мастеров держал в руках сам князь Всеволод Большой Гнездо. ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok 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 И все же главное украшение древнего собора – его резное убранство. Белокаменные рельефы рисуют масштабную картину сотворенного Богом мира, словно повторяя псалмы Давида. «Всякое дыхание дославит Господа». А вот и сам Давид. А вот и сам Давид. Его фигура помещена на центральных закомарах. Он восседает на троне. В его руках псалтирь – музыкальный инструмент. Пастух, пророк, псалмопевец, он сказал о душе человеческой больше, чем все поэты и философы мира. «Хвалите Господа с небес, хвалите Его в Вышних», – возвещает Давид. И всякое дыхание, вся тварь небесная и земная собирается к Его трону, внемлет бессмертным словам и поет о санну Господу. Для властителя Северо-Восточной Руси Севолода Большое Гнездо, Давид представлялся идеальным правителем, помазанником Божьим. Как не вспомнить строки из моления Даниила Заточника? Дай же князю нашему силу Сансона, храбрость Александра, мудрость Соломона, искусность Давида. Дай же князю нашему силу Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Дай же князю нашему силу Санкт-Петербургу. Санкт-Петербургу. Дай же князю нашему силу Санкт-Петербурга. Тут у aula «Философырю» Провожаем мы боевых друзей, Нестерпимо боль, не хватает сил. За собой позвал Архангел Михаил, Именем Христа светлый путь продлил, Синих в небесах вечность подарил, Тем, кто за Россию долг святой отдал, Кто в обмен на жизнь веры не предал. ПЕСНЯ 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 Архангель Михаил 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 Не покинуть вам своего поста, В небе над Россией воинства Христа. Об эпохе великого князя Всеволода, его личности, сохранилось множество преданий и легенд, но не так много мы имеем материальных свидетельств. Древние иконы Дмитрия Солонского находятся в Московском Ускенском соборе и Третьяковской галерее. Ковчежец-мощевик, принесенный в 1197 году из Греции, хранится в собрании оружейной палаты. Но в Дмитриевском соборе все же можно увидеть необычный предмет, который, думается, держал в своих руках сам Всеволод – княжескую актовую свинцовую печать. Она была найдена во время археологических раскопок в Суздале в 1982 году. Ученые датировали ее второй половиной 12-го, началом 13-го века. Такими печатями скреплялись важные государственные документы. На одной ее стороне изображен святой Дмитрий Солонский. Он одет в воинские доспехи, из ножен вынимает меч. Надпись на лицевой стороне не вызывает сомнений – Дмитрий. На оборотной стороне печати помещена конная фигура святого воина. Подпись гласит – Егорий. Так в древности на Руси называли святого Георгия. Получается, что хозяином государственной печати мог быть князь Дмитрий Георгиевич. Другими словами – Всеволод Юрьевич. Дело в том, что при рождении русский человек получал два имени – традиционное славянское и в честь христианского святого. Так и Всеволод был назван своим отцом Юрием Долгоруким христианским именем Дмитрий. Радость русской земли, радость русской земли, Вековщей к Bronz checkoutし, вековщей к Bre花. Вековщей к Bronz helloovo, воображ monde, поцеленность русской земли, Вековщей к Bobby Bordello produce без сомнений. На Disneyland Pierkapelho christianulo, ПЕСНЯ Более 1500 камней украшают стены Дмитриевского собора. И тайна их до сих пор не разгадана. Святые подвижники и могущественные земные правители, райские кущи и фантастические животные, тонкая белокаменная вязь и мощные колонны. Один из самых распространенных персонажей, изображенных на фасадах собора, это, конечно, лев. Царь зверей символизирует царское достоинство. Посмотрите на Дмитриевский собор. Львы-стражи у входа в храм и у подножия трона Давида. Львы, гордо шествующие и лежащие, танцующие и улыбающиеся. Львиные маски образуют венец главы храма и венцы порталов. Львиные фигуры служат консолями. Все эти многочисленные львы не агрессивны. Они не рычат, а скорее приветствуют друг друга, ликуют. А их хвосты процветают, преобразуются в роскошные растения, как символ пробуждения и воскресения. Надо ли говорить, что именно лев и только лев стал Владимирской эмблемой, гербом нашего города. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр!